Ну что, друзья, мы продолжаем с вами тестировать видеонаблюдение из Китая. У нас по этой теме есть плейлист, в нем собраны десятки видео, есть разные варианты, комплекты, бюджетные, уличные, домашние, поворотные, стационарные, даже скрытого наблюдения есть камеры. Ссылочка в описании. Разверните, посмотрите, возможно, что-то там заинтересует. А сегодня посмотрим прям пушечку 10 тысяч заказов. Поворотный механизм, функция двухсторонней связи, рейтинг 4,9 баллов из 5, камера домашнего наблюдения от Hi-CU, стационарная, которая, возможно, вам пригодится. Покажу в деталях, как все настроить, как все работать, чтобы не было лишних вопросов. И, возможно, также, если эта тема вам будет интересна, мы ее еще и разыграем. Всем привет, друзья, обзоры Белозеров. Поехали! Ребят, если будете делать заказ на Алиэкспресс, обязательно обращайте внимание на ту, какую вы модель покупаете. У продавца есть разные версии. Есть 720p, есть 1080p, есть 1444, так называемая 2К. Есть версии с карточкой, есть без карточки, есть с блоком питания, есть без блока питания. Так что на это обращайте внимание. Базовая версия стоит в районе 18 долларов. Та, которая у нас в районе 22. Но это все равно очень бюджетно получается. Плюс много положительных отзывов, так что все нормально. Продавец иногда бывает делает акции, скидки, распродажи. Купончики можно брать. Следите за моим телеграм-каналом. Там есть акции, есть скидки, есть купоны. У нас версия 1080p. Должен быть блок питания, но нет микро-SD карточки. И что еще в комплекте? Так, в комплекте у нас инструкция. Здесь есть QR-код, счетов, в который мы скачаем приложение для управления этой камерой через наш смартфон. Помимо самой камеры удаляем вот эту вот подложечку, которая здесь внутри. Балистор, пластик этот. И дальше смотрим комплектацию. Да, здесь есть адаптер питания, есть у нас еще даже крепление. То есть, смотрите, друзья, в комплекте предусмотрена вот такая вот вещь. Я так подозреваю, что это все устанавливается. Да, вот так на камеру просто крепится. И вы эту камеру уже можете закрепить хоть вот так на стену, хоть перевернуть. Потому что в приложении должен присутствовать эффект переворота, так сказать, на 180, на 90 градусов. Если же не желаете куда-то закреплять, в комплекте есть два, так сказать, дюпеля. И еще есть скрепка для сброса к заводским настройкам. Это тоже хорошо. Если не желаете куда-то закреплять, ставим ее. И здесь снизу предусмотрены четыре резиновые ножки для устойчивости. То есть, все нормально. Также у нас есть блок питания с европейской вилкой. Тоже обращаем на это внимание. Это хороший плюс. Выход 5 вольт, полторы тысячи миллиампер часов. И знаете, ребят, что это значит? А это значит то, что эту камеру можно подключать и запитывать от пауэрбанка. Мы это с вами, собственно, и будем делать. Сейчас покажу, как. Настольный тест. Все протестируем. Все подключим. Не переживайте. Будет все прям все хорошо. Разберется каждый. Сложного ничего нет. Даже если вообще никогда этого не делали. По камере. Камера не слишком она мелкая. Здесь три антенны. Причем ко всем трем антеннам подходят провода. Я видел разборку, что вроде бы как действительно все должно быть хорошо. Есть здесь микрофон. Есть здесь динамик. С передней части у нас находится линза объектива. Также по кругу расположены инфракрасные светодиоды, которые будут работать в ночное время суток. То есть, камера работает в темноте. И будет подсвечивать примерно 10-15 метров впереди себя. Ну, то есть, лица распознавать будет. И также есть два сенсора. И еще здесь заявлена функция слежения за объектом. То есть, камера будет стоять вот так. Например, вы проходите, и она за вами следит. Интересная функция. Это экспериментальная функция. Она не должна на 100% хорошо работать. Но, честно говоря, в отзывах пишут, что все-таки и работает. Это мы с вами и проверим. По большому счету, что еще вам нужно здесь знать? Если мы переворачиваем вот так вот камеру практически в самый верх, здесь внизу находится то самое отверстие, слот под microSD-карточку. Мы сюда ставим SD-карточку. Поддержка, по-моему, до 128 гигабайт. Даже у продавца указано. Так что можно там неделю даже писать или две, и все будет хорошо. Также есть кнопка сброса здесь. Если вдруг этого не знали, с задней стороны подается питание. И теперь смотрите, какую историю мы с вами делаем. Мы берем вот этот кабелечек комплектный, microUSB. Подключаем его к нашей камере. И я камеру могу, ребят, подключить к вот этой баночке Xiaomi 20 000 мАч. И, смотрите, если вы подключаете эту банку к сети, заряжается сам пауэрбанк, и пауэрбанк этот сквозной, то есть он отдает питание сразу и на камеру. Например, у вас отключают электричество. Ничего страшного, камера продолжит работать, продолжит записывать видео на флеш, на microSD карточку встроенной памяти, которая будет установлена у вас внутри. Это тоже полезно, хорошо. Например, кто-то у вас отрубил свет, камера вот в таком формате, вот она будет работать. Так что, возможно, вам нужно будет на несколько часов автономности. Есть банки на 30 000 мАч, поэтому камера автономно может проработать даже, я думаю, несколько дней. Она уже включается, запускается. Нам что нужно? Она сейчас будет проходить калибровку. Это первое, что необходимо сделать. Так, мы с вами будем скачивать приложение. Открываем инструкцию, и здесь будет представлен QR-код. Вот два QR-кода, Android и iOS. То есть работает и на Android, и на iPhone. Вот, подался сигнал. Это значит, что он сейчас и будет подаваться некоторое время. Нам нужно успеть скачать приложение. Скачивается приложение, называется UC. Это хорошо. Мы нажимаем дальше, download. Вот открывается у нас приложение Google Маркета. И здесь мы скачиваем это приложение UC. Сейчас посмотрим, сколько его вес. 59-53 мегабайт. Да, уже слышу, камера просится. Давай уже мне что-нибудь дальше делай. Скачивается приложение. Это занимает некоторое время. Да, что ж ты будешь пищать у нас? Да, она сигнализирует. Здесь в инструкции также, кстати, указано, что она вот сейчас уже желает подключиться к вашему смартфону. Поэтому вы заблаговременно можете, конечно же, скачать приложение и делать следующие процедуры с подключением уже немножко позже. Ну, я думаю, что долгое время не займет установка. Осталось буквально 4% до скачивания, до завершения скачивания. Все, происходит установка. Делаю просто вот при вас, друзья, чтобы вы понимали, что на самом деле все просто и никуда вам вращаться не нужно за установкой. Все, справитесь сами с этим делом. Все, идет проверка приложения. Нажимаем открыть. Дальше у нас прилагается здесь либо войти, либо быстрая регистрация. Вы нажимаете быструю регистрацию. Если вы первый раз устанавливаете приложение, нужно будет выбрать регион. Давайте я вам покажу. Здесь выбираем регион. Дальше мы вводим вашу почту, ваш email адрес. Вам он обязательно нужен, потому что на него придет код, который нужно будет писать в следующее окно и задать пароль для камеры. У меня учетная запись уже есть, поэтому я просто ввожу свои данные, ввожу свою почту и ввожу пароль. Так, вводим пароль, который мы указывали здесь. Так, это Игорь. Есть, пароль я ввел. Теперь нажимаем войти. Нам требует информацию о вашем местоположении для обнаружения камеры. Нажимаем ОК. Разрешить только во время использования приложения. Хорошо, разрешить еще и в любом режиме. Отлично. Нажимаем кнопочку плюс и выбираем здесь, друзья, первое QR-код сети. Нажимаем QR-код сети. Дальше нам предлагается ввести, точнее, это необходимость, ввести пароль от вашего домашнего роутера. Здесь он у вас вверху отображается и вводите пароль от домашнего роутера. Вводим пароль. Так, есть мой пароль. Нажимаем ОК. Следующий шаг. И здесь у нас, собственно, появляется подсказка. Подключите устройство к источнику питания. Устройство переходит в состояние ожидания подключения и сдает гудок. Дуду. Дуду мы с вами слышим. Услышать гудок, дуду. Услышали. Дальше отображается на экране QR-код, который нам нужно дать считать камере. Мы берем смартфон и направляем на камеру, чтобы услышать соответствующее приветствие, что камера считала QR-код. Возможно, регулируйте расстояние. Вот, примерно. Вот, услышали вы. Дальше у нас подсказка. Сканируйте QR-код ниже с помощью камеры. Хорошо. И написано слышен звонок. Мы слышали звонок. Нажимаем слышали. Устройство подключается к сети и делает настройки. И сейчас, по идее, через несколько секунд камера должна сказать, что я подключилась. Все хорошо. У вас все получилось. У вас тоже все получится. Все хорошо. Девайс онлайн. И сейчас следующее окошко, которое мы с вами увидим. Увидим мы следующее окошко. Да, здесь мы выбираем название устройства. Можете назвать, как хотите. И можете выбирать локацию. Ну, пусть другое у меня будет. Нажимаем дальше. Проверить устройство. Нажимаем ОК. Нажимаем разрешить. И, собственно, нам уже интерфейс управления камерой. И я уже вижу картинку. Вы тоже, надеюсь, видите. И хочу сказать, что картинка, ребят, практически без задержек. Все отлично работает. Причем здесь у нас на экране доступен джойстик. С помощью джойстика мы можем управлять камерой. Вращать ее. И поднимать объектив линзы. Смотрите, работает очень быстро. Мотор не громкий. Практически без заеда. Не все хорошо. Сейчас даже смогу направить на себя. Поднимаем вверх. Вот собака. Собачья жизнь наша. И, собственно, мое лицо. Все отлично работает. Действительно, практически без задержек. 1, 2, 3, 4, 5. Да, реально все хорошо. На главном экране у нас доступны ножницы. Ножницы это сделать скриншот. Ба-бам. Ба-бам. Сделали скриншот. Дальше у нас кнопочка записать видео. Мы можем прямо в смартфон записывать видео. Если вы находитесь не дома, а где-то за пределами, что-то хотите срочно записать, пожалуйста, нажимайте кнопку и сохраняется запись в память смартфона. Следующая иконка это у нас микрофон. То есть мы можем говорить смартфон, камера будет воспроизводить звук. Также в камере встроен микрофон. То есть мы будем слышать, что происходит в радиусе или в локации, в какой-то или в комнате. Продемонстрирую приблизительно, потому что это лучше разделять, чтобы не было эхо. Ну вот я нажимаю на микрофон. Разрешить. 1, 2, 3. И камера уже воспроизводит звук. И достаточно неплохо. 1, 2, 3. Слышите, да? То есть динамик воспроизводит звук и без задержек, без искажений. И также если мы нажмем здесь на иконку динамика. 1, 2, 3. То есть мы уже слышим, что происходит в радиусе действия камеры. Эту камеру можно использовать в качестве радионяни, наблюдать за своими детьми, если вы куда-то вышли, за домашними животными. Ну и собственно для других каких-то целей использовать. Некоторые даже в подъездах устанавливают такие камеры и все хорошо. Так, что еще вам назвать? Здесь есть дополнительное меню, где мы можем воспроизвести те записанные файлы, которые будут на карте памяти. И в дополнительных настройках есть также здесь некоторые параметры. По переворотам камеры на 90, на 180 градусов. Также есть настройка записи, настройка изображения громкости звука. Установка охранного режима. То есть вы можете выбрать, например, время, что с 12 до часу. Камера будет фиксировать. И если будет какое-то движение в кадре, она будет сигнализировать об этом. Есть тип сигнала тревоги, то есть по движению, по распознаванию. Есть отслеживание объектов и режим тревоги. Если мы включим, давайте проверим просто. Режим отслеживания объектов. Эта функция как бы заявлена была вроде как экспериментальная. Но посмотрим. Сейчас я просто направлю камеру на руку. Она уже за мной следит. Да, ребят, смотрите. Она за мной уже следит. Это, конечно, выглядит странно немного, но, тем не менее, все работает. Вот, пожалуйста, рукой. Руку. Да, следит за моей рукой. Смотрите, вращается. Я ничего не делаю. Выглядит это, конечно, забавно. Как будто за вами кто-то наблюдает. Но действительно работает. Сейчас на софтбоксе она светит. Не может сориентироваться на моей руке. Но, тем не менее, смотрите. Все получается. Даже вверх. И даже вбок. Да ты что. Вообще красота. Ребята, это все за 18 долларов просто интересно. Так, отключаем эту функцию. Возможно, если у вас бегают домашние животные, либо ребенок, камера будет следить за ним, чтобы попадала, так сказать, в видео. Что еще здесь есть? Вы можете поделиться камерой, настроить сеть. Ну и, собственно, переименовать устройство, настроить время и настроить дату. Также можно подключать несколько камер. На главном экране будет отображаться список. Можете подключить 2-3 и больше камер, чтобы все это еще лучше отображалось. Если мы разворачиваем смартфон, у нас отображается картинка на весь экран. Вы меня сейчас вот сможете видеть. И также, если мы здесь делаем свайпы по экрану, камера вращается. И, собственно, все тоже хорошо работает. И вверху отображается число, месяц и время точное. Ну, у меня, конечно, не точное, потому что я сейчас его не синхронизировал. Вот, пожалуйста, доступны были несколько других камер. Все работает. Все очень просто. Сейчас камера вообще подключена у нас от Powerbank. Так что есть и такие варианты, и сценарии использования. Это, конечно, не Xiaomi. Это, конечно, не топовый бренд. Но, тем не менее, Hi-CU. Это неплохая китайская фирма. Мы тестировали много устройств от нее. Сейчас ко мне приехал комплект видеонаблюдения. За, по-моему, около 180 долларов я за него отдал. Но там уже есть и монитор 10-дюймовый встроен, чтобы вы сразу поставили и смотрели, наблюдали за четырьмя камерами. Либо можно даже подключать, по-моему, 8 к этому ресиверу. Так что, друзья, будем и дальше тестировать различные устройства из Китая. Не только. Давайте, если на этом видео соберем 2000 лайков, мы разыграем такую камеру. Лайк, подписка и комментарий. Условия, собственно говоря, у нас, как всегда, простые. И впереди много, говорю, всего интересного. Поэтому, отписывайтесь, чтобы все пропустить. А вы были на канале Белозеров. Увидимся с вами очень скоро. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok